Всем привет, меня зовут Вадим, с вами компания Система. Именно вот так должна выглядеть территория под линиями электропередач. Расстояние от деревьев до самих опорной конструкции приличное, ничего вокруг не растет, никаких кустарников, молодых деревьев. Именно при этих условиях у вас никогда на территории не будет никаких пожаров и никаких коротких замыканий. Ну а как такого добиться? Да все просто. Наша компания Система предлагает использовать лесные мульчеры. Это идеальное решение для расчистки территорий от леса. И у нас сейчас есть два варианта. Гидравлические и механические. Гидравлические мульчеры устанавливаются на машины с гидравлическим приводом. К примеру, мини-погрузчики, экскаваторы-погрузчики, либо же большие гусеничные полноповоротные экскаваторы. Вот, к примеру, недавно у нас была поставка в город Нижнекамск. Там на экскаватор КАД мы ставили мульчер с захватом 1,6 метра. Видео о запуске есть на канале. Клиент занимается расчисткой территории под строительство коттеджного поселка. Так вот, мы приехали, установили мульчер, обучили, как его обслуживать. Далее произвели пробный запуск и показали, как с ним работать. Клиент доволен, все отлично. Но по опыту скажу вам так. У гидравлических мульчеров есть один минус. Это производительность. Максимум, что вы сможете с ними делать, это 0,5-0,7 гектара за смену. Если кто-то вам затирает то, что можно с экскаватором делать 2-3 гектара, то смело шлите их нахер. А лучше дайте ему мой номер телефона. И если у них есть экскаваторные мульчеры, которые способны убирать хотя бы 1,5 гектара за смену, то мы готовы купить у них хоть сейчас 10 штук. Далее, если же перед вами стоит задача расчищать действительно большие территории, вот, к примеру, как здесь, мы рекомендуем использовать механические мульчеры. То есть те мульчеры, которые работают от ВОМ. Минимальная мощность трактора должна быть 80 лошадиных сил. Это, к примеру, МТЗ-82. А максимальная? А максимальной тут нету. У нас есть мульчеры и на 400 лошадок, и на 500. Это настоящие монстры расчистки. У механических мульчеров гораздо выше производительность. Они легко расчистят и 2 гектара за смену. Плюсом ко всему, они более надежны и дешевле. За счет того, что у них проще конструкция. Кроме того, мы можем поставить этот механический мульчер даже на комбайн. Так называемая УЭСка. В этом году это очень популярная комбинация, когда берут УЭС и мульчер. Опыт поставок у нас есть, поэтому звоните и переходите на сайт. Кстати, на нашем сайте stmagro.rf есть и другая техника. Доставляем по всей России. Цены там указаны актуальные. Если же ваш объект находится в какой-нибудь тайге, в каких-то непроходимых поганых болотах, или у вас просто тысячи гектар под расчистку, мы предлагаем вам самоходный гусеничный мульчер. Машина полностью российского производства. Ставит движок ЕМЗ на 30-30 лошадиных сил. И установлен мульчер, который способен убирать деревья вплоть до 40 сантиметров в толщину. Кабина со всеми удобствами. Установлен кондиционер, джойстиковое управление. И плюсом ко всему, гусянка установлена на этой самоходке 60 сантиметров, которая позволит вам проехать куда угодно. И вишенка на торте, это машина габаритная. То есть вы без проблем сможете возить эту машину на тралли по дорогам общего пользования. Не нужно будет дополнительно заказывать какое-нибудь сопровождение. Кроме того, мы бесплатно произведем обучение ваших операторов. Первый день проведем теоретическое занятие, где покажем вообще основные конструкции машины и как ее обслуживать. Второй день покажем все на практике. Сгрызем пару деревьев и покажем все нюансы. Для приобретения техники и для консультации звоните по номеру, который есть в описании. Также номер указан вот тут в углу. Номер бесплатный, также там есть ватсап. Мало того, всю технику из этого видео вы можете приобрести в лизинг. Мы аккредитованы во всех крупных лизинговых компаниях. Лизинг даем на 3 года. Аванса достаточно 10%. Доставляем технику по всей России. Ну а вы не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Если у вас остались вопросы, вы также можете писать их в комментариях. Ну а с вами был Вадим, компания Система. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok